Continuous integration это инструмент, который часто используют программисты и, на мой взгляд, не всегда понимают правильное предназначение этого инструмента и его эффективность. Мы на этом курсе обсуждаем способы повышения качества разработки, не просто повышения, а контроля, не просто контроля, а обеспечения качества. Когда у нас есть команда, в этой команде есть какое-то количество программистов, они все имеют свои собственные представления о том, как правильно разрабатывать софт. У каждого из них свои убеждения и верования. Безусловно, мы исходим из того, что каждый из них, наверное, старается сделать как лучше, но это не всегда получается. Не всегда у всех одинаковые умения и навыки, не всегда у всех одинаковое желание сделать действительно как лучше. В общем, все разнится, люди разные, вы наверняка с этим уже сталкивались и столкнетесь и в будущем. Трудно обеспечить высокое качество просто на одном желании и на одном ожидании от людей, что они будут стараться и делать как лучше. Поэтому мы используем инструменты для того, чтобы, ну, как бы это слово ни звучало, но заставлять людей делать как нам кажется правильно. Мы должны программистов как-то дисциплинировать, организовывать и делать так, чтобы они делали примерно то, что хочет руководитель проекта. Делать то, что хочет архитектор проекта, делать то, что хочет команда целиком. Несмотря на то, что некоторые участники команды могут быть с какими-то пунктами не согласны, а может быть даже согласны, но забывать о том, что на что-то нужно обращать внимание. Вот Continuous Integration это такой инструмент, который был придуман давно с целью как-то синхронизировать работу команды и регулярно, как следует из названия, интегрировать те модули, те классы, те файлы, которые разрабатывает каждый участник команды. И делать это Continuous, от этого слова и названия Continuous Integration. То есть мы должны делать это не разово, не, так сказать, по желанию, а делать это в форме некого длящегося во времени процесса. Ну, желательно, вообще изначально это появилась идея, как она была сформулирована, насколько я это помню, тогда еще это было давно, и я ее тогда еще не использовал. Идея была у тех, кто ее породил, у тех, кто ее создал, делать это еженочно, еженочно, еженочно. То есть мы целый день разрабатываем софт, а потом каждую ночь все, что мы создали, берется каким-то автоматом, роботом и пытается скомпилироваться, собраться вместе. Может быть, скомпилироваться. Я думаю, что изначально, когда эта идея появлялась, она, наверное, предполагала в основном компиляцию, сборку. Отсюда слово Integration. Я думаю, что если бы они изначально создали, изначально предполагали, что в этом процессе будет участвовать не только компиляция, но еще и тестирование, но еще и deployment, они бы назвали это continuous, изначально бы назвали это continuous building или continuous deployment, но эти все термины появились позже. Сначала, изначально первый термин был continuous integration, то есть собрать все вместе, проинтегрировать. Ну, наверное, может быть, они и делали тестирование, я тут не знаю. Я в то время не был активным участником этого, в общем, это было давно. В общем-то, идея неплохая, однако она имеет серьезные проблемы, и я о них вам сейчас расскажу. Я не буду повторяться о том, как это должно работать. Это из всех книжек можно прочитать. Я думаю, это тривиальная, так сказать, идея несложная, и она всеми, давно уже всеми принята на вооружение, все ее используют. Однако есть серьезные у этого всего подхода недостатки. Если вы не будете их понимать, то у вас будет, вы будете использовать continuous integration, continuous integration неэффективно. Вы будете даже, более того, вы, может быть, даже будете во вред его применять, и ваш проект будет только страдать от того, что у вас есть continuous integration. Значит, как это в теории предполагается? Если прочитать книжку какую-нибудь, старую книгу, где continuous integration популяризируется, например, известная книга Continuous Delivery, Джесс Хамбл ее написал, ей уже, не знаю, лет, наверное, больше десяти, это точно. Там есть формулировка, что наша задача сделать так, чтобы в автоматическом режиме все, что мы напрограммировали, в какой-то момент времени собиралось, тестировалось, компоновалось, и в результате сообщалось нам о том, получилось это сделать или нет. И дальше самое важное. В тот момент, когда это сообщение приходит к нам с негативным сигналом, то есть не получилось собрать, не получилось протестировать, не получилось скомпилировать, в этот момент дословно команда должна остановиться, перестать делать то, что она делает, и исправить то, что было сломано. Ну, потому что сигнал пришел негативный, красный сигнал, значит, сборка поломана, и команда, соответственно, должна немедленно прекратить коммитить в мастер-бранч, потому что мастер-бранч сломан, потому что там что-то не так, какие-то тесты падают, какие-то тесты, может быть, нестабильные, где-то мы потеряли зависимости, где-то, может быть, конфликт произошел. Мы должны, соответственно, остановиться, потому что какой смысл коммитить в мастер-бранч, если там уже дефект. И немедленно исправить нашу сборку, немедленно сделать ее опять зеленой, сделать так, чтобы Continuous Integration, эта лампочка стала зеленого цвета. Какой бы инструмент вы не использовали, Jenkins, Hudson, это старые инструменты, Apache Continuum был когда-то такой инструмент, сейчас популярный Travis, CircleCI и, наверное, самый популярный это GitHub Actions. Эти все инструменты, какие бы они ни были, они все дают сигнал либо красного, либо зеленого цвета. Вот если сигнал красного цвета, вы должны всей командой, подчеркиваю, поскольку ни один человек больше не может коммитить в Master Brands, так как он там сломан, значит, там что-то не так, смысл туда коммитить, вы, скорее всего, только ухудшите ситуацию, вы доломаете. Вы должны все остановиться и исправить ваш билд. В реальности это не работает. Я прошел много команд и open source команд, и коммерческих продуктов, никто не будет останавливаться. Это невозможно себе представить. Даже если там два программиста в этом проекте, даже если их буквально совсем чуть-чуть, то у программиста в приоритете всегда стоит задача продолжения разработки, задача создания новых фич, задача багфиксинга, задача какой-то созидательной деятельности. И останавливаться и фиксить то, что сломалось, это крайне неинтересно и крайне в голове программиста, это мало конструктива в этом. Это чистить за кем-то, кто что-то поломал, фиксить то, что случилось. Если в команде один человек, два человека, может быть еще мотивации будет достаточно действительно остановиться, потому что понимание есть, что если мы будем продолжать, будет плохо. Но если в команде 20 человек, то вы можете себе представить, как вам будет тяжело, чего вам будет это стоить, если вы архитектор команды, чего вам будет стоить всех заставить остановиться. И заставить их, причем у них у всех есть какие-то задачи, они стараются сделать то, что от них хочет бизнес Но вы хотите, чтобы они остановились и занимались тем, что сломано Ну, этого не случится Что происходит в реальности? В реальности билд остается сломанным Он остается красного цвета достаточно долгое время Долгое время он сломан и команда продолжает программировать, как она программировала до этого Что в итоге мы имеем как результат, очевидно, это бессмысленность этого Continuous Integration И более того, отсутствие внимания к нему В итоге никто не обращает внимания на этот сигнал Массу проектов я видел, в которых Continuous Integration красного цвета месяцами И когда спрашиваешь, почему так, отвечают, ну, у нас руки не доходят, мы обязательно этим займем Сейчас у нас пока задачи другие У нас, в общем, и так все работает, зачем нам этот Continuous Integration То есть он не только не работает, он еще и вредит, потому что он создает у людей ощущение, у программистов, что эта сборка, она не важна Что это та самая регулярная, еженочная, ежечастная, ежекомитовая, то есть после каждого коммита Эта сборка, она никакой важной роли не играет Ее игнорят И так происходит всегда, везде Я не видел другой ситуации, крайне редко За исключением ситуации, когда, ну, действительно нужно прям насиловать команду, настаивать на том, чтобы они обращали внимание на этот красный и зеленый сигнал Вот я когда-то много лет назад, ну, как много лет, 7, наверное, назад написал статью у себя на блоге, где я сказал, что Continuous Integration is dead Вы можете погуглить, найдете эту статью И там я объяснил все то, что я вам сейчас рассказал, я там объяснил Сказал, что она, ну, мертва эта идея Она в том виде, в котором она изначально была, она, в котором она была рождена, она уже умерла Она, мне кажется, сразу умерла Там даже, знаете, когда-то в старых историях про Continuous Integration была такая байка, что в Microsoft, вроде бы, те, кто ломал этот билд, они же потом находят, кто поломал То есть, когда мы видим, что Continuous Integration стал красным, этот сигнал стал красного цвета Мы смотрим в историю коммитов, и мы можем понять, кто поломал, поскольку на каком-то коммите из зеленого мы переключились в красный цвет Мы находим этого человека, естественно, мы его делаем виноватым Это такая философия Continuous Integration И Microsoft рекомендовал даже, они там, у них была такая, как это сказать, традиция У них такая шапка была в офисе с рогами Они ту шапку надевали на голову тому, кто сломал билд И этот человек должен был в этой шапке сидеть какое-то время То есть, такой публичный шейминг, публичное наказание тому, кто сломал билд И вот это должно было, по идее, как-то мотивировать людей не ломать билд То есть, не делать те коммиты, которые сломают билд Ну, на мой взгляд, это деструктивная, очень какая-то детская деструктивная и неправильная практика Потому что она приводит к режиму так называемого Fear Driven Development Может быть, слышали? Fear, страх, первое слово Вот этот Fear Driven Development, это когда мы разрабатываем и очень боимся что-то изменить Мы боимся внести какие-либо изменения, потому что они с высокой вероятностью приведут к каким-то дефектам Особенно, если проект большой Если вы, конечно, кодите только в самом начале, то у вас этот Fear Driven Development не присутствует Но если у вас уже команда и у вас 20 человек, и еще и на вас надевают шапку, если вы что-то сломаете То у вас возникает этот самый ФДД, Fear Driven Development То есть, вы кодите, будучи замотивированы страхом Вы изменения вносите, имея некий страх за спиной Потому что вас, вы, во-первых, можете сломать, и 19 человек будет на вас косо смотреть Одно дело, если вы сделаете это один раз, если вы это будете делать несколько раз То, конечно, на вас команда начнет смотреть с неким определенным образом Кто-то с негативом, кто-то с шутками, как угодно Но вы будете на виду, это неприятно И к чему это приведет? Это не приведет к тому, что вы будете лучше кодить Это не приведет к тому, что вы будете качественнее программировать и меньше делать ошибки Ни в коем случае Это приведет к тому, что вы просто меньше будете кодить Вы будете писать меньше кода, вы будете делать изменения крайне аккуратно А значит их будет меньше Значит вся разработка станет тормозиться И вся команда, все 20 человек будут притормаживать Будут кодить значительно медленнее, чем они могли бы Потому что они боятся этого Continuous Integration Они боятся этого сигнала Если на него обращают внимание, то, конечно, будут следствовать Расследования устраивать и находить виноватых И это очень плохо Нельзя вообще в разработке, на мой взгляд, нельзя, чтобы программист был виноват ни в чем Если программист что-то сломал, это не вина программиста Мне кажется, я вам это уже рассказывал Программист должен быть абсолютно не виноват в поломках, которые он принес в кодовую базу Это не его вина, это вина проекта Чтобы проект принял от него эти изменения и сломался Значит, это был слабый проект Значит, проект не создал достаточно инструментов для предотвращения такой ситуации Но если она уже случилась, то не виноват программист Мы предполагаем, что программист имел лучшие best intentions Лучшие намерения на улучшение ситуации И он с этими намерениями пришел в проект Что-то накодил, что-то, естественно, поломал Потому что он не все понимал, не все ему было очевидно в проекте Потому что не во всех областях может разбираться этого кода И просто он может не обратить внимания И он принес нам этот pull request, принес эти изменения А мы, наш проект, будучи недостаточно качественным настроем Недостаточно силен в области контроля изменений, в области контроля качества Он это дело принял и все И дальше это проблема проекта Нельзя программиста ловить и говорить Это ты вот позавчера изменил Это происходит во всех командах, которых я видел Таких, особенно, которые профессиональные За деньги, которые работают Это типичный такой недостаток И, на мой взгляд, такой серьезный дефект команд программистов Найти того, кто сломал И с ним поговорить И сделать его виноватым Ни в коем случае нельзя этого делать Не допускайте такой практики в ваших командах Наоборот, если кто-то что-то сломал И вы даже поняли, кто это сломал То дважды скажите этому человеку Не проблема, что ты это сделал Не переживай совершенно Ты сломал, это не важно Мы сейчас просто должны подумать о том Как сделать так, чтобы наша система контроля При приемке изменений была более мощная Но мы ни в коем случае тебя не будем обвинять Надо, наоборот, в эту сторону разговаривать с людьми Но обычно делается не так Обычно программисты Ну, существуют во всех командах такие Болтливые, агрессивные товарищи Которые с удовольствием будут выносить недостатки Такие промахи Ну, как они считают промахи других программистов На всеобщее обозрение И делать из этого Делать из этого Тему для обсуждения Давайте поговорим о том Как вот Вася сломал нам позавчера что-то Не допускайте этого Если вы архитектор в проекте Если вы руководите проектом То ни в коем случае не позволяйте такое Чтобы случалось Потому что это приведет к fear-driven development В итоге команда начнет тормозить А некоторые люди просто уходить Потому что им будет Они не будут развиваться Им будет тяжело расти Им будет тяжело Вообще себя чувствовать в команде И к этому всему приводит Continuous integration Наша тема сегодняшнего обсуждения Continuous integration Причина этому Именно Continuous integration Идея не просто мертва Она еще и вредна Имея ее в команде В том виде В каком она в книжках описывается Вы только будете разрушать команду Такие вот Такое может быть Контровершиал Я вам идею в голову вкладываю Но я сейчас продолжу И вы поймете К чему я веду Поймете Что я предлагаю В качестве альтернативы Но если в чистом виде Применять Continuous integration Вот с этой моделью Сигналов И потом Поиска виноватого То вы Получите только минус А не плюс Вот Значит дальше Я вам хотел рассказать О О том Что же все-таки Ну давайте До того Как я перейду К Рассказу о том Как правильно действовать Ну давайте Кратко скажу вам Немножко технической информации То есть Как это должно Как этот Continuous integration Давайте скажем так Вот сейчас я вам рассказал Почему Continuous integration Будет Плох И чем он будет Вредить вам Если вы будете его использовать Так говорит книжка Мы должны его использовать Иначе Я вам скажу сейчас как Ну к концу уже Нашего разговора Сейчас я вам расскажу Все-таки как его Этот Continuous integration Настроить И Все-таки Что он может вам Технически Если его использовать Чисто техническим образом То он В общем-то Штука Полезна Если из него Не делать Если Если Continuous integration Вот так Если Не делать Организационные Выводы Если По нему Не оценивать Людей Если По нему Не оценивать Качество Продукта А использовать Его как Индикатор Здоровья Проекта То это Вполне себе Окей Инструмент То есть Мы не должны Во-первых Да Мы не должны Ну да Сумма Сухой остаток Этого Что мы не должны Смотреть на эти Сигналы Красные Зеленые И по ним Судить О людях И судить О наших Делать Организационные Выводы Но мы Можем По этим Сигналам Понять Какое У нас Сейчас Качество Нашей Всей Сборки Внутри Проекта Но не по Одному Отдельному Сигналу А по Их Динамике То есть Каждый Continuous Integration Каждая Сборка Которую Мы Делаем А люди Делают Ее В разных Форматах Ее Можно Делать Еженочно Ее Можно Делать Еженедельно Смотря Какой Размер Проект Ее Можно Делать После Каждого Коммита Но Я бы Рекомендовал Конечно Делать После Каждого Коммита Это Наверное Наиболее Популярная Практика Как только Коммит Ложится В Кодовую Базу Включается Какой-то Триггер Это Может быть Вебхук В случае Если Это Cloud Hosted Continuous Integration Сервера Типа CircleCI Travis Или Например GitHub Actions Либо Это Может быть Какой-то Внутренний Сигнал Который Даже Не Вебхук Называется А Я уже Не знаю Сто лет Назад Дженкинс Настраивал В Дженкинсе Это Как-то По-другому Называется Триггер Наверное Что-то В этом Духе Как только Приходит Коммит В Мастер Бранч То По этому Коммиту Включается Система Система Сборки Так вот Этот Подход Правильный Я бы рекомендовал Делать Именно На каждый Коммит Но Некоторые Люди Делают Еженочно Мне кажется Это Немножко Неэффективно Потому что Вы откладываете Если Все-таки Что-то Сфейлится То Момент Этого Фейла Он у вас Будет Не такой Очевидный Вы Потом Если Будете Смотреть На Эту Историю С целью Анализа Здоровья Вашего Проекта Не с целью Опять же Кого-то Наказать А с целью Проанализировать Какая у вас Сейчас Какая у вас Динамика Насколько У вас Насколько Силен Ваш Проект Насколько Он здоров Вот я бы Назвал это Health Indicator То есть Индикатор Здоровья Проекта Чтобы понять Насколько Ваш Проект Здоров Надо Смотреть На Динамику Этих Зеленых Красных Сигналов Если Они Постоянно Зеленые Это Хорошо Наверное Но Может быть Имеет Место Вопрос Настолько Ли Силен Ваш Си Насколько Насколько Ваш Хорош Градусник Если Он Все Реем Показывает 36 То Возможно Он Сам Градусник Сломался Если Он Показывает Иногда 37 А В основном 36 То Наверное У вас Со здоровьем Некие Иногда Перебои Но Градусник Все Таки Работает То есть Это График Этот Красных Зеленых Сигналов Он Должен Быть Все Таки В основном Зеленый Безусловно Но Иногда Какие-то Красные Всплески Могут Существовать Если Их Совсем Нет То Скорее Всего С Градусником Проблема Значит Он Плохо Меряет Допустим Вы Можете Настроить Континюзи Индегрэйшн Так Что Он Будет Проверять Только Компиляцию Он Будет Компилировать Ваши Файлы Но Этого Мало Тест Он Не Запускает Я Такое Тоже Часто Видел Люди Делают Континюзи Индегрэйшн Очень Легкие Он Запускается Тратит На него Минуту Две Хотя Реальная Сборка У них Это 30 Минут Нужно Скомпилировать Потом Запустить Все Тесты Потом Интеграционные Тесты Потом Еще Проверку Какого Каверджа Пройти Анализ Файлов В итоге Это Ну Я считаю Что это Тоже Ошибка Это Вы Платите Эти Сервера Это Копейки На самом Деле По сравнению Со Стоимостью Вашего Стоимостью Всего Остального Сейчас Вообще Экономить На серверах На железе На их Времени Это Совершенно Неразумно Неправильно Потому Что Все Это Реально Копейки По сравнению Со Всем Остальным Так Что Не Экономьте Делайте Так Чтобы Ваш Билд Пайплайн Чтобы CI Пайплайн Был Идентичен Тому Что У вас Что Вы Делаете На Лаптопе Что Вы Как Вы Собираете Проект Целиком А Лучше Даже Больше Лучше Даже Если В CI Будет Включено Больше Компонентов Чем Чем Мощнее Ваш Градусник Чем Лучше Он Умеет Мерить Ваше Здоровье Тем Конечно Лучше Не Не Делайте Его Не Упрощайте Его Тратите На Время На Создание Этого CI Пайплайна Вот Ну и наблюдайте За Динамикой Этих Этих Сигналов Если В них Много Красного То Конечно Это Говорит О том Что У вас Просто Слабый Проект Значит Что Кто-то Коммитит В Мастер Кто-то Кладет Что-то В Репозиторию У вас Там Падают Какие-то Тесты Или может быть они падают даже не после этого коммита Может быть они падают просто потому что они Как сейчас говорят Флэки Флэки Тест То есть они Нестабильные Они то работают То не работают Тест То проверяет То он Говорит зеленым Светится Тест Ваш юнит Тест А то он красным Вне зависимости от того Что находится в репозитории Это называется Флэки Тест Или Тест Спорадически Он Позитивен Иногда Он И Негатив Вот Если у вас такие тесты присутствуют У вас будут красные Иногда будет красным Светиться CI Ну давайте Какой-нибудь практический пример Сейчас откроем Я вам покажу Мы используем сейчас в основном GitHub Action Например в нашем проекте Как выглядит GitHub Action Ну тут я думаю Не надо объяснять Как это настраивается Точка GitHub Slash Workflows Здесь лежат много файлов Вот например у нас Проект собирается Мэйвеном Написано на Java Вот так выглядит Наш GitHub Action Что здесь Из интересного На что стоит Обратить внимание Ну во-первых Триггерится Этот Триггерится Эта сборка Этот CI На Сначала мы конфигурируем На каких На каких Событиях На При Приходе Коммитов Либо Не в любой А только в Мастер Бранч Либо при приходе Пул реквеста Опять же Тоже только в Мастер Бранч Но это хорошая практика Настраивать именно так Потому что Бранчей может быть много И на каждый из них Запускать Наверное Неразумно Разумно проверять Этот Прогонять этот CI Эту сборку На Когда приходит что-то В Мастер Бранч Тогда мы поймем Это нам важно Может это Центральный Бранч И на Пул реквест Когда человек Присылает Пул реквест То тоже Гитхаб Умеет запускать Ну не только Он может не только Через Гитхаб Экшен Многие другие CI Эти системы Они могут запускать На пул реквест И тогда в пул реквесте Будет видно Будет проходить Полный цикл И будет видно То что человек Принес Его изменения Вместе с его Изменениями Код по-прежнему Собирается Или в нем Есть недостатки Это на самом деле Хороший Механизм Применения Сиай Но его уже нельзя В этом случае Называть сиай Это другое что-то Это просто он Так сказать Исторически Это все относится К сиай Семейству Практик Но на самом деле Это уже не сиай Потому что сиай Он предназначен Изначально для Именно прохода По По мастер бранчу По основной ветке Ежечасно Ежеденно А когда мы Идем по Пол-реквесту Это уже то Что я считаю Правильным подходом К применению Этой практики Так что Вот эта Техника Она Такая Так сказать Она может быть Правильная Только для Определения здоровья Проекта Но совершенно Неправильная Для управления Людьми Для управления Командой А это как раз Правильная Для управления Командой И мы чуть позже Я вам расскажу Поподробнее Ну вот смотрите Как она настраивается Есть некоторые моменты Которые я бы указал Значит Для того чтобы Вот смотрите Здесь такая штука Есть Наверняка Многие из вас Сталкивались Это Запуск Сборки Запуск Пайплайна На Разных Платформах И это Считается Хорошей практикой Правильной практикой Запускать вашу сборку На нескольких Платформах Одновременно То есть когда вы Когда вы Вот я вам сейчас покажу Что она делает Когда вы делаете Коммит В мастер То вы хотите Чтобы у вас Чтобы у вас Сборка Прошла Вот допустим Какой-нибудь Последний Коммит Который мы сделали Я не знаю Любой А это на Пол реквесте Sorry Пол реквест Пол реквест Ну вот Коммит Например Последний был Один из последних Вот мы сделаем Одно и то же Одну и ту же конфигурацию Одни и те же шаги То есть компиляция Тестирование И так далее На шести разных Так сказать Платформах Платформы здесь Три всего Это Ubuntu Или Ubuntu Windows И macOS И на каждой из них Две версии Java 11.17 11.17 11.17 То есть всего шесть раз Мы на шести Грубо говоря Серверах В шести контейнерах Я даже не знаю Наверное в Windows Это не контейнеры Там как-то по-другому Это организовано Ну то есть на шести платформах Мы запустили Одни и те же Одни и те же шаги И это хорошо Хорошо так делать Правильно так делать Ну понятно почему Потому что вы Вы конечно замедляете Билд Он становится тяжелее И медленнее Но это все бесплатно GitHub за это платит Microsoft точнее За это платит У них на это Достаточно ресурсов Так что вы можете Здесь настроить И не шесть А шестнадцать Сколько угодно То есть вы можете Здесь поставить Не две версии Java Восемнадцатая и одиннадцатая Вы можете поставить их Значительно больше И все будет Все будет так же красиво Вот Ну мы проверяли раньше На восьмой версии Потом перестали Потому что с восьмой Там совместимость Как-то потерялась Вот Ну одиннадцатая И мы берем там Максимально большую Сейчас тоже восемнадцатая Вроде бы есть Но мы семнадцатая Ограничиваемся То есть мы показываем Дальше при сборке Смотрите что происходит Мы просто определили Константы здесь А дальше Когда происходит Настройка Вот здесь например В сетап Вот видите Здесь runs Ос Runs On То есть вот здесь Должна идти Строчка Но GitHub Actions Позволяет нам Сделать подстановку И мы берем Из любых координат Внутри этого Ямл файла Ну я не уверен Насчет любых координат Внутри стратеги Внутри стратеги Блока Но можно взять Координаты Матрикс Ос То есть он находит Вот эти координаты И из нее берет Любую Даже точнее Не любую А да Видимо он это делает Через любую В общем он понимает Как это сделать Он подставляет сюда Одно из этих значений Из вот этих Обратите внимание Что я использую Здесь Фиксированные номера Обычно Если вы будете смотреть Мануалы Смотреть инструкции По использованию GitHub Actions Вам здесь вместо Этих цифр Будет написано Latest 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 И Latest Я считаю Что это неправильно Использовать слово Latest Latest означает Что взять любую Последнюю версию Сейчас она 20 Сейчас это будет 22 Windows это может быть Какая-то следующая версия В следующем году Mac OS и так далее Тоже будет в следующей версии Это неправильно Почему? Потому что Можно Это слово Когда что-то Когда что-то ломается Должна быть Понятна Четкая причина А у вас Причина будет От вас скрыта Вы не поймете Что случилось Поэтому вообще Всегда лучше При настройке Сборки Стараться указывать Фактические версии И фиксированные версии При сборке продукта Внутри продукта У вас Неизбежно будут Наверное Flexible версии Какие-то Мягкие версии Которые Зависят от ситуации Но Где возможно Старайтесь Сделать фиксированные версии Поэтому я всегда Использую везде Вот такую Фиксированную Фиксированную запись Вот Дальше Здесь очевидные вещи Мы делаем Checkout проекта Потом мы настраиваем Java Это все Это все Экшены Внутри Внутри Этого Гитхаба Я вам сейчас Одну из экшенов Покажу Расскажу Как это сделать Этот экшен Достаточно Несложно То есть Вы можете делать Свои экшены Которые тоже Будут использоваться В общей сборке Это весьма полезно Иногда Не хочется писать Одно и то же Over and over again То есть Каждый раз Переписывая эти блоки Если у вас проекты Похожие То вам Скорее всего Захочется написать Какой-то свой экшен То есть Свой шаг Это видите Шаги Шаги сборки Каждый шаг Один за другим Выполняется В общем В таком Последовательном режиме Вам захочется Скорее всего Написать свой экшен Я вам Сейчас покажу Как это делается Вот Потом делается Такая настройка Кэширования Потому что Каждый раз Вы будете делать Многие вещи Заново Например У нас сборка Мэйвена Через Мэйвин Сборка нашего проекта Она естественно Требует Загрузки Большого количества Артефактов С Мэйвин Централом И не хочется Эти все артефакты Грузить каждый раз При каждой сборке Это просто Время дополнительное Поэтому мы их кэшируем Гитхаб позволяет Это сделать Такой вот Достаточно Запутанной настройкой Но она не сложная Вы можете Сами в ней Разобраться И в конце Собственно Сборка этим Мэйвином Ничего здесь Военного нет В этом всем Очень просто Все Те же шаги Которые вы Предполагаете При сборке При ревизе Вы настраиваете Их вот здесь В китхабэкшне Бывают конфигурации Более сложные Большие Запутанные Когда нужно Много Много Командария Эти шаги Могут друг от друга Зависеть Они могут быть Как-то связаны Делиться артефактами Друг с другом Например Один шаг Который проходит Один степ Он создает Артефакт Другой Точнее Один джоб Вот так Один джоб Вот видите Джоб называется Тест Таких джобов Здесь может быть Много Эти джобы Они могут быть Еще связаны Между собой Каждый джоб Это свой контейнер Мы можем Этот джоб Запустить На Ubuntu Этот следующий Джоб Запустить На Windows Первый джоб На Ubuntu Будет создавать Некий артефакт Который на Windows Он будет подхватывать Этот артефакт Продолжать С ним какую-то Работу Все это Может быть Такая Достаточно запутанная И Большая Схема По По конфигурации Этого Этого Билда Ну вот так Давайте покажу вам Как сделать свой Экшен Может быть Будет вам полезно Ну вот У меня есть Частая задача И есть И была По Автоматической Компиляции Латеховского Документа Из репозитория Допустим Вы в репозитории Пишите код И к нему Сделали еще файл На латехе Который документация И вам хочется Чтобы эта документация Она собиралась И потом еще И выкладывалась В Выкладывалась В виде PDF Допустим В В публичный доступ Ну например Я вам покажу Пример Вот мы сейчас Пишем книжку Про наш язык Программирования И она Именно так Организована Вот есть такой Репозиторий YoBook И в ней В этом YoBook Есть сама книжка Вот она В теховском формате Точка тех И мы хотим Чтобы Смотрите Как написано В самом Readme Написано Это наша книжка А потом сказано Последняя версия PDF-ки Находится здесь И ссылка на нее И эта ссылка Посмотрите внизу Куда она ведет Она ведет на Давайте ее откроем И посмотрим адрес ее Она ведет Она даже не открылась Она скачалась Значит смотрите Latest version Of the PDF Is here То есть эта ссылка Посмотрите внизу Должны видеть Она ведет на GH pages Она ведет на Brunch То есть этот PDF-ник лежит В ветке Которая называется GitHub pages И вот он здесь Этот PDF И этот PDF Автоматически Сюда выкладывается Я его сюда Не помещал руками Он выкладывается Видите Тут даже комментарий Такой от робота Робот его туда Выкладывает В эту ветку И соответственно GitHub подхватывает Весь контент В этой ветке И делает его Публичным Для Через веб Его можно достать Как статический Контент файла Как это организовано Здесь Внутри В Экшене Смотрите Сначала Стандартные Процедуры Я делаю Чек-аут Потом я делаю Инсталирую Дополнительные средства Которые нужны Гостскрипт Еще какие-то Которые нужны Для компиляции Эти две Не обращайте внимания А дальше идет Мой пакет Про который я вам Рассказывал То есть я его написал Вот он Соседний здесь Видите Он рассказывает Как это сделать А здесь его вызов Происходит Вот я его указываю Координаты Указываю версию 0.7.1 Вот мои координаты Гитхабовские координаты И дальше даю ему Параметры Два параметра Что он делает Он Как он устроен Внутри В нем есть внутри Две Важные части Первая часть Докер файл Потому что Каждый экшен Запускается В своем Докер Имидже В своем Докер контейнере И этот Докер контейнер Вот он у меня Так несложно описан Я указываю Откуда взять Более старший Парент Докер контейнер Докер имидж Наверное знаете Как это работает И дальше Некоторые инсталляции Некоторые Некоторые инстал Которые я делаю Поверх этого всего Я что-то инсталирую И И на этом все Главное Чтобы я указал Entry point То есть Есть фактически Две важные Две важные части Первая часть Это Какая-то дополнительная Инсталляция Которая нужна Поверх контейнера Поверх точнее Имиджа Который мы взяли Как родительский А потом Entry point Я говорю ему Что запустить Что сделает Гитхаб Когда он это все Увидит Он возьмет Вот этот вот Докер файл Он сделает Он построит Докер имидж Использует Этот докер файл И вызовет его Скажет Docker run Docker run Запустит И перейдет Вот в этот файл Который у меня тоже Мой Entry age И в нем Произойдет В общем-то Все что должно Произойти Сюда придут Некие переменные Окружения Например Вот гитхаб Workspace Это стандартное Переменное окружение И придет Вот такая переменная Это уже моя Собственная Которая Параметры Которые Я указал Что я сделаю Я сделаю Вот так вот Input CMD То есть запущу Команду по сборке Этого Точка Латех файла Здесь Дефолтная Есть конфигурация Вот еще один Такой файл Важный Action YAML И в этом Action YAML Прописаны Дефолтные Значения Параметров Вот CMD Это команда Которая должна Выполниться Она по дефолту У меня равняется Латех МК То есть Это та команда Которая соберет Из тех файла Сделает Сделать Конечный PDF файл То есть Чтобы нам Собрать книжку Мы делаем Первый шаг Там Checkout Потом Два шага Дополнительной Инсталляции И Следующий шаг Мы собираем PDF файл Вот этот Латех Action То есть Все что нужно было Сделать Для того чтобы Собрать PDF файл Это много шагов Я запихнул В одну единственную Латех Action И она мной Используется Я ее использую И в этом проекте И еще в ряде Других проектов Собираем Получается PDF файл Дальше я делаю Каталог Создаю И в него Этот PDF файл Который только что Был собран Вот он Book PDF Его нет в репозитории Он был собран Этой Action Я его переношу Кладу его в папку G8Pages А дальше запускаю Вот такой вот Тоже чей-то Action Достаточно популярный GitHub Pages Deploy Action Он берет контент Который он нашел Вот некий Джеймс Его создал Он берет контент Который он нашел В фолдере GHPages То есть В том фолдере В который я только что Положил Book PDF И выкладывает В ветку Которая называется GHPages На этом текущем Репозитории Вообще Никакой здесь нет Никакой Высокой технологии Здесь нет Просто примитивный Он просто создает Брэнч Брэнч Он перекладывает То что было В каталоге В директории И делает пуш Этого Этот брэнч Уходит на GitHub Вот и все Таким образом Вы храните документацию Всегда в репозитории И на каждом На каждом Пуш Каждый раз Когда я делаю Пуш В В этот репозиторий Запускает Вот это все И собирается Вот это можно назвать Continuous Integration Вот это наверное Классичка Даже это не просто Continuous Integration Это Continuous Delivery Continuous Deployment Потому что я делаю При каждом коммите В мастер бранч Даже Тут даже скажем В любой бранч Хотя это наверное ошибка Здесь можно было написать Еще слово мастер Потому что я здесь Делаю по дефолту Я делаю Чекаут Я делаю именно Мастер бранч То есть если я сделаю Пуш Какой-то другой бранч Он заново запустит Всю эту историю И опять возьмет Из мастера И задеплойт То есть ну Бесполезная операция Произойдет Поскольку изменения Были не в мастере Что я хотел сказать Что это Continuous Delivery Или Continuous Deployment Я даже не знаю В чем разница Ну наверное Delivery это до юзера Значит наверное Это Continuous Delivery Потому что после каждого Коммита в мастер У нас происходит Автоматический Деплоймент И даже вот можете Посмотреть Как это Ну последний допустим Когда я делал Коммит Вот какой-то я сделал Коммит Это было Сколько там Не так давно Где тут дата вообще Три часа назад Да Наверное три часа назад Я сделал Я там что-то запушил Вот что он сделал Мы можем открыть И посмотреть все Что мы обсуждали Вот он сделает Сначала Checkout Потом установки Эти две Потом он запускает Мой Action Мой собственный Который делает здесь Какую-то магию По установке Вот он устанавливает Дополнительные пакеты Которые нужны Для сборки техфайла Потом он делает Показывает нам Что у нас тут есть И запускает Вот тех Минус PDF Дальше идет Длинный-длинный-длинный Процесс сборки Сборки этой книжки То есть лог очень длинный Книжка большая И в итоге мы имеем В конце Какие-то здесь Ероры найдены Но тем не менее Что бук Он Файл появился И потом Делаем каталог Куда мы переносим Этот файл Как и обещали И в конце Этот Джеймс Запускает нам Видите С красивыми картинками И выкладывает нам Весь файл Наш этот бук PDF Выкладывает В Бранч Который называется GH Наверное Вы знаете Что такое GH pages Это GitHub pages Это место Куда можно Выкладывать Любой свой Статический контент Здесь вы можете Положить Сейчас это уже Можно в любой Бранч Раньше это был Только GH pages Сейчас можно В любой Бранч положить И настроить Пойти в Settings И настроить Здесь GitHub pages Вот здесь Да И внутри Пейджеза Вы говорите Что мой Бранч Даже вот так Deploy from a branch Нужно так Сказать Вот так Почему-то Это не было сказано Вот И тогда Он будет делать Даже можно Домен указать Какой-нибудь Там Book Допустим Так сделаем Вы указываете Свой домен И он теперь По этому домену Если вы направили Настроите Свой DNS То по этому Домену Сейчас он Видите У меня Не настроен Поэтому Конечно Не резолвится И вы даже Еще можете Сюда включить HTTPS То есть Удобная Такая площадка Где вы можете Хранить Свои Любые Статические Файлы HTML PDF Что угодно И они все Будут доступны Как Виде Через HTTP Протокол Как Веб-сайт Это будет Но мне Это не нужно Было В этом репозитории Потому что Здесь всего Один файл Один Один Единственный PDF Я его Могу Просто Отдавать Просто Как RAW Контент Как Сырой Контент Через Через Нативный GitHub Протокол Без Пейджетов Без Этих Вот Ну вот Это так Делаются Собственные GitHub Actions Я бы вам Рекомендовал Их делать Если вам Нужно Потому что Вы их Можете И Вот видите У меня Тут 13 Человек Даже ее Полайкали То есть Значит Она кому-то Нужна Не только Мне Этот GitHub Action Который Позволяет Вам Собирать Использу Latech MK Если вы Знаете Какой-то Инструмент Еще Который Вам Не 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 Хватает Вам Это Вообще Для многих Очень Существуют Эти Модули Такие Эти Экшены Для GitHub Для Многих Инструментов Для Установки Разных Инструментов Для Их Запуска Существует Миллион Но Тем Не Не Все Далеко Не Все Латех Документов Я Под Нее Именно Не Нашел Такой Экшен Я Сделал Свой И Он Даже На Marketplace Ну Он Виден На Marketplace Как Любой GitHub Action Видите С Документацией Тут Должна Быть Картинка Ее Нет Ну Такая Вот Страничка У Вас Появится Тоже На Видите На Всех Actions Будет Видно Если Напишете Latech MK Кто Небудь Напишет Он Видите Раз Вот Мой Здесь Чей-то Еще Здесь У меня Он 12 Звездочек У него 5 Тоже Какой-то Видите Тоже Они Сделали То Ж Самое Та Ж Задача Может Быть У Них Лучше У Меня Лучше Не Знаю Ну Вот Люди Делают Под Все Разные Инструменты Делают Эти GitHub Action Еще Один Такой же Четыре Штуки Всего Каждый Сделал Под Себя Какой Лучше Человек Выберет Сам Так Теперь Возвращаемся К проблеме Снова Continuous Integration Все-таки Как же Ее Как же Ее Правильно Использовать Как Делать Так Чтобы Она Не Мешала А Помогала Значит Если Вы Будете Вот Давайте Посмотрим В нашем Проекте Если Мы Пойдем В Полный Список Actions У нас Тут Много Допустим Сборка Мэйвена И Посмотрим Какая У нас Ситуация Видите Две Тысячи Workflow Запусков Было Сделано С момента Создания Проектов Очень Много И Некоторые Из Них Как Вы Видите Красные Какие Зеленые Какие Красные Иногда Опять Какие Красные Какие Зеленые Какие Много Красных Ну Красные Здесь Много Потому Что Это Pull Request И Мы Раним Это На Pull Request В том То Что Происходит В Мастере И То Что Происходит В Ну Видите Вот Здесь Написано Pull Request Pull Request Вот Здесь Commit Идет Комит Был Мастер Он Зеленый Давайте Посмотрим Вот Красный Тоже Pull Request То Человек Делает Commit В Свой Pull Request Поэтому Мы На Это Можем Не Обращать Внимание В рамках Анализа Здоровья Нашего Проекта Мы можем На это Не обращать Внимания Потому Что Это Ответственность Пока Человека Пока Его Бранч Собирается И В этом Бранче Красный Цвет Это Совершенно Не Проблема Это Все На Его Совести В Этот Момент Он Это Его Личный Бранч Он Может Делать Что Угодно И Поэтому Это Больше Для Него Индикатор Мы На Него Можем Не Смотреть Если Я Архитектор Несколько Дней Назад У Нас В Мастере Была Красный Цвет И Мы Все Вместе Быстренько Ее Фиксили Но Опять же Это Все Было Так Не Должно Быть Это Была Неправильная Ситуация Мы Не Должны Останавливаться И Все Фиксить Просто Так Случилось Это Скорее Наша Беда Чем Нормальная Ситуация Пытаюсь Найти Эту Картинку Как Это Было Может Где-то Было Ну Вот Например Видите Коммит Вот Он Хоть И Коммит Коммит Мастер Он Был Видите Мастер Здесь Но Он Красный Давайте Посмотрим Что Это Случилось Да У нас Один Видите Прошел А Почему Под Одиннадцатую Джаву Не Получилось Что То Случилось И Соответственно Видите Он Останавливает Все Остальные Билды Он Если Видит Гитхаб Если Видит Фейл На Одном Из На Одной Из Платформ Стэк Оверфлоу Видите Это Флеки Тест Как раз Тот О чем Я Говорил То есть Иногда Он Срабатывает А иногда При определенной Ситуации Там Происходит Переполнение Стэк Оверфлоу И Он Видите На Семнадцатой Джаве Он Сработал На Одиннадцатый Тот Тот же Самый Тест Но Поскольку Тесты У нас Запускаются В Случайном Порядке Юнит Тест И Как Они Должны Запускаться У нас Их Много Вот Видите 430 Тестов И Они Все В Случайном Порядке Запускаются Без Какого Либо Предопределенного Порядка И Соответственно Какой-то Один Из Них Может Фейлиться И При Повторном Запуске Мы Не Можем Это Повторить Если Только Не Не Предоставить Такой же Random Seed Как И При Первом Запуске В общем Это Бывает Это Бывают Такие Флеки Тесты И Мы Иногда Имеем Красный Цвет Но Как Я Сказал Это Говорит Больше Скорее О Качестве Нашего Термометра Градусника Во-первых Во-вторых О том Что Нестабильный Нестабильный Продукт И Надо Его Дорабатывать Чтобы Таких Таких Тестов Организации Этого Continuous Integration Является Так Называемые Может быть Это название Не совсем Точно Сейчас Уже Но Что-то Типа Pre-flight Билды Называемые Pre-flight Когда Билд Выполняется До Когда Весь Этот Пайплайн Вот Как Я вам Сказал Как Это Позволяет Гитхаб Делать Допустим Мы Откроем Любой Пол Реквест Наш И Посмотрим Допустим Вот Сюда У нас Большой Большой Пол Реквест Которым Мы Работаем Уже Там Несколько Дней Вот В конце Гитхаб Рисует Такую Картинку В котором Показывает Show All Checks Показывает Вот Здесь Все Эти Jobs Все Все Преконфигурируем Преднастроенные Эти Пайплайны Их тут Несколько Допустим Этот Проверяет Мейвен Запускает Этот Запускает XCOP Проверяет Форматирование XML Документов Этот Запускает Вообще Идет На стороннюю Платформу И запускает Там Статик Код Анализы С платформы Кодоси Этот Тоже Через Вебхук Идет На Сник Платформу И проверяет Там Секьюрити Дефект И так далее Их здесь Много Видите Всего Тут Десяток Десять Successful Checks И все Они Успешно Завершились Какие-то GitHub Action Внутренние Были проверки С картиночкой GitHub Какие-то Были внешние С другими Иконками Это через Через Третьи руки Прошел Наш Код И они Тоже Сказали Что Все Окей И после Этого Мы можем Нажимать Кнопку Merge И Это Дело Помещать В Мастер Бранч Так вот Это Не Continuous Integration То Что Вы Сейчас Видите Это Какая-то Другая Другой Механизм Его Нельзя Называть Continuous Integration Потому Что Он Ничего Не Continuous Или Не Integrated Нет Слова Continuous Он Интегрирует Именно Под задачу Он Интегрирует Под Запрос Запрос Сейчас Такой Я Сделал Какие-то Изменения Но Это Не Мой Pull Request Это Другой Человек Сделал Вот Этот Человек Сделал Эти Изменения И Сейчас Мы Под Его Запрос Мы Пытаемся Понять Принимать Его Изменения Или Не Принимать И В Мерч Мы Полностью Снимаем Ответственность С этого Человека Дальше Это Уже Не Его Проблема Даже Если После Кнопки Мерч Нам Все Поломал И Все И Все Слетело И Больше Ничего Не Работает И Данные Пропали И Пользователи Потеряли Миллионы Долларов Это Не Вина Этого Человека Это Вина Вот Этих Тестов Которые В Пайплайне Находятся Значит Эти Тесты Были Слабы Значит Эти Тесты Недостаточно Мощные Недостаточно Хорошо Покрывают Весь Код Или Люди Которые Тестировали Это Люди Которые Делали Код Ревью У нас В этом Код Ревью Уже Много Много Комментариев Мы Долго Обсуждаем 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 Длинная Дискуссия Два Ревьювера Я В том числе Мы Пытаемся Отриджектить Этот Код Наша Задача Это Сделать Так Чтобы Код Не Попал К нам Куда Все Пропало Чтобы Этот Код Не Попал К нам В Репозиторий Мы Находимся Здесь Мы Как бы Противники Автора Кода Мы Стараемся Его Сделать Его Виноватым В этом Случае Он Во всем Виноват Он Плохо Запрограммировал Он Не Учел Чего Это Неправильный Дизайн Так Нельзя Программировать И так Далее Мы Делаем Все Что Мы Хотим С Этим Несчастным Автором Этого Кода Вот На протяжении Этого Код Ревью Но Почему Мы Так Делаем Мы Знаем Что Как Только Мы Нажмем Эту Кнопку Больше У нас К нему Не Будет Никаких Претензий Мы Не Будем Ловить И Заставлять Что Переделывать Все Как Ревью Вы Отстаиваете Интересы Проекта Автор Кода Отстаивает Свои Интересы Его Задача Просто Втолкнуть То Что Он Запрограммировал В Мастер Бранч Он В этом Случае Должен Думать О себе В первую Очередь О своих Показателях Продуктивности Его Показатель Продуктивности Это Количество Пул Реквестов Которые Ему Удалось Положить В Мастер Бранч Чем Больше Он Таких Пул Реквестов Протолкнул В Мастер Бранч Тем Он Лучше Программист Вот Я Использую Такую Метрику И думаю Что Это Самая Правильная Самая Эффективная Метрика В команде Кто Больше Пул Реквестов Принес В Мастер Бранч Тот Более Продуктивный Программист Ну Неправильно Говорить Лучше Программист Потому Что В другом Проекте Может Быть Более Продуктивен В Этому Менее Продуктивен То Это Может Один И Тот Программист Но Они Можут Иметь Разную Продуктивность Но В Данном Проекте Если Он Делает Этот Человек Делает Десять Пул Реквестов В Месяц А Другой Человек Делает Двадцать То Другой Человек Более Продуктивен Все Все Остальные Метрики Я считаю Что Можно Сделать Вторичными Они Конечно Тоже Какой-то Там Роль Играют Но Первая Метрика Это Количество Пол Реквестов И Когда Вы Приносите Свой Проект В Репозиторию То Вы На Своей Стороне Как Автор Этого Пол Реквеста Вы Боретесь За Свой Единственный Главный Показатель Получить Себе Единичку Птичку Плюсик За Свой Отправленный В Проект Пол Реквест Получилось Вы Молодец А Что С ним Дальше Будет Хоть Трава Не Расти Вы Должны Именно С Таким Менталитетом Подходить К Этому Процессу Мы Не Должны Думать Вот Я Что-то Изменю Это Может Что-то Поломать Это Может Что-то Изменить Вы Должны Стараться Сделать Более Смелые Изменения Находитесь То Попытайтесь Этот Майндсет Разложить Разделить Себя На Два Таких Майндсета Думать За двоих С одной Стороны Когда Вы Пишите Код Будьте Смелыми С другой Стороны Понимайте Стоп А как же Это Поймать Вот То Что Я Сделал Как же Сделать Так Чтобы Это Не Прошло Потому Что Я Очевидно Делаю Ошибку Тогда Вы Меняете Шапку Меняете Вы Теперь Уже Не Автор Вернитесь Опять К Проект И Подумайте Стоп Давайте Сначала Добавлю Ко я Сейчас Еще Проверки Сюда Давайте Я Еще Сделаю Контроль Дополнительно Потом Опять Возвращаетесь В позицию Автора И Опять Продолжаете Кодировать Даже Если Вы Один В проекте Конечно Если Вас Много То Думайте Четко Занимайте Эту Позицию Не Будьте Посрединке Потому Что Вам Нужно Поскорее Смержить Нет Только Один Из Подходов Один Из Майн Сет Установка Убеждения Установка Должна Быть В вашей Голове Либо На Скорость И Будь Что Будет Неважно Как Ломаем Не Обращаем Внимания На То Хорошо Мы Пишем Или Нет А Другая Установка Диаметрально Противоположная Не Принимать Ничего Что Ниже Чем Абсолютно Идеальное Качество Вот Как Вы Это Сделать Это Конечно Лучше Всего Если Это Будут Роботы Делать Вот У нас Какое-то Количество Роботов Здесь Видите Их Тут Некое Количество Хотелось Бы Их Побольше Иметь Потому Что Они Ничего Не Стоят Они Бесплатные В Гитхабе Их Можно Подключить Еще Десятки Но Архитектуру Системы Которые Могли Поймать И Сказать Вы Здесь Нарушаете Принципы Дизайна Здесь Вы Какой-то Дизайн Паттерн Использую Неправильно Здесь Мало Таких Я не знаю Такие Инструменты Которые Могли Быть Использованы В Джава Мир Хотя Джава Мир Самый Крупный По Инструментария Мало Этого И Люди Как-то Не Может Вы Подумали Этого Малого То Что Здесь Десять Чеков Все Равно Нам Приходится Вручную Проверять Все Равно Люди Участвуют В этом Код Ревью Эти Люди Много Делают Работы Ручной Хорошо Было Чтобы И то Уже Хорошо Что У нас Есть Чек Стайл ПМД У нас Есть Этот Икскоп Который Написан Есть Еще Какие-то Анализаторы Все Они Делают Много Работы Но Все Равно Это На мой Взгляд Это Крайне Мало И Недостаточно Лучше Было Бо Больше Вот И Это Континиус Такой Я даже Не знаю Это Не Континиус Никакой Это Ну И Потом Еще Плюс У нас Есть Инструмент Который Мы Используем Который Еще В плюс К этому Это Все Нам Дает Гитхаб Экшн Но Надо Понимать Что Все Эти Все Эти Кнопочки Они Все Эти Значки Зелененькие Они Так Скать Информативные Они Просто Для Информации И Всегда Есть Кнопка Мердж Которую Можно Нажать И Этот Мердж Случится И Часто Бывает Что Люди Игнорируют Эти Сигналы Эти Зеленые Красные Особенно Если Сигналы Нестабильные Это Хорошо Если Они Стабильно Показывают Зеленый Свет Или Стабильно Красный Но Они Бывают Как мы Обсуждали Бывают То Красный То Зеленый И Люди Архитектор Проекта Может Просто Перестать На них Обращать Внимание Нажимать Мердж Реквест Мердж Пол Реквест Даже Если Там Какие Красные Сигналы Ну И Все И Вы Теряете Всякое Вам Придется Если Вы Так Будете Делать Если Вы Будете Нажимать Не Глядя На То Вам Придется Блеймить Автора Этого Кода Что Еще Делать Иначе К Вам Начнет Прорываться Просто Тонны Мусора В Большой Команде Если У Вас 20 Программистов И Представьте Каждый Из них Стремится Побольше Закоммитить Мастер Бранч Если Мы Исходим Из Того Что Они Стремятся Если Они 20 Лентяев То Жизнь У Вас Будет Не Сложная У Вас Будет Мало Пул Реквестов Но Представьте Если Вам В день Приходит 40 Пул Реквестов От Два От Каждого Человека Два Человека В день Это Очень Немного Нормальный Программист Может Делать Значительно Больше И Вот Вам Приходит 40 Пул Реквестов Каждый День 40 Ну Конечно Вы Будете И Из Каждый Второй С Красными Сигналами Ну Конечно Вы Перестанете На них Обращать Внимание Вы Будете Просто Нажимать Уже Бездумно А дальше Что Как Вам Проконтролировать Качественно Все же Начнет Разваливаться Из них Половина Будет Действительно Красные Какие-то Из них Красные По ошибке Потому Что Там Нестабильные Тесты Но Какие-то Просто Люди Будут Небрежно Программировать Они Будут Совершать Ошибки У них Будет Код С С дефектами Они Может Даже Тесты Будут Поломаны Что угодно Может Быть Вы Через Неделю Получите Просто Мусор Внутри Своего Репозитория И Вам Придется Искать Виноватых Как Еще Вы Не Будете Все Сами Фиксить Вы Начнете Искать Смотреть Так Это Вася Написал Код Без Теста Вы Начнете Проводить Митинги Начнете Воодушевлять Собирать Их Рассказывать Ребята Тесты Это Очень Важно Вместо Того Чтобы Просто Жестко Контролировать И Реджектить Пол Реквесты В которых Нет Тестов Вы Будете Людям Мозги Промывать Садиться С ними В Комнатах Проводить Митинги Двухчасовые Рассказывать Как это Важно Они Будут Полухо Слушать Потом Они Будут Повторять Эти Ошибки Вы Опять Опять Нервы Нервы Время Ну Как Обычно Это Происходит Софтверных Команд Так Нельзя Поэтому Что мы Делаем Чтобы Этого У нас Не было Мы Сделали Робота Который Мы Забрали Все Права У Мастер Бранч Мы Вообще Ни Один Человек У нас Не Может Нажать Эту Кнопку То Мы У Людей Забрали Возможность Что-либо Физически Положить Мастер Бранч У нас Есть Только Робот Который Это Может Сделать И Мы Пишем Здесь Команду Рултер Мерч Ну Я вам Рассказывал Про Этого Робота Рултер Мерч Нажимаем Enter Этот Рултер Подхватывает Команду Понимает Что Произошло И Делает Что Стартует Новый Докер Контейнер В этом Докер Контейнере Делает Примерно То же Самое Что Гитхаб Акшен То есть Тоже Делает Чекаут Туда Всего Репозитория Потом Накладывает Сверху Изменения Которые В этом Пул Реквесте Сделаны Запускает Мэйвен И если Мэйвен Сработал То он Делает Мерч И Код Уходит В Мастер Бранч Если Мэйвен Сфейлился По каким-то Причинам У нас Что-то Поломалось И что-то Не собралось То он Скажет Реджект Он Не будет Действовать Как Человек Он Не скажет Да ну Ладно Там Иногда Красный Цвет Ничего Страшного Сейчас Важнее Скорость Поэтому Мерджим Человек Так Может Сделать При Нажатии На Кнопку Мердж Человек Может Ошибиться Человек Может Пойти На Компромисс Со Своей Совесть Этот Робот Ему Все равно Он Не будет Мерджить Если Он Не Увидит Все Зеленое У себя На Эти Сигналы Не Обращает Внимание Он Свой Запускает Тест И Он У себя Делает Жесткую Проверку Что Все Собирается И Билд Чисто Он Тоже Может Ошибиться Безусловно Потому Что Билд Может Тесты Могут Быть Нестабильные Они Могут Быть Вот Эти Флэки То Он Мердж Соберется А Второе Мы Скажем Мердж Не Пройдет Потому Что Какой Тест Сфейлится Этот Рултер Он Не Обращает Внимания Ни На Какие Другие Сигналы По Крайне Мере В Текущей Его Версии Он Просто Собственную Проверку Делает Собственный Запуск И В итоге Либо Мердж Либо Нет Хотя Конечно Он Может Тоже Ошибиться Поскольку Тесты Могут Быть Нестабильные Не 100% Не Таким образом Сильно Снижаем Вероятность Того Что Человек С С Субъективной Оценки Проигнорирует Проигнорирует Красные Сигналы И Положит В мастер То Что Туда Не Должно Попасть Вот Так Я думаю Что Такой Подход Он Правильный Вы Должны Каким То Образом Найти Способ Чтобы У вас Такой Подход Был То Вы Правильно Работаете С Вот вам Простой Бинарный Индикатор Правильной Организации Работы В команде В репозитории Если у вас В мастер Бранч Могут Мерджить Или Коммитить Несколько Человек Вообще Не несколько Хотя бы Один То вы Имеете Неправильную Настройку Вашего проекта Если Это конечно Учебный Проект И у вас Один Или два Студента Всего лишь То наверное Вы можете На это Закрыть глаза Но я бы Рекомендовал Делать Правильную Настройку Сразу Даже если Проект Игрушечный Даже если Вы Делаете Это для себя И Никакой Вообще Просто проект Временный И все равно Привыкайте К модели В которой Человек Не имеет Доступ К мастер Бранч Как только Человек Туда Получает Доступ Все Вы Этот Континезин Интегрейшн Он Начинает Быть Вашим Врагом А не Другом Поскольку Вы будете Иметь Вы Начинаете Смотреть На сигналы Появляется Как только Человек Смотрит На эти Сигналы И человек Принимает Решение Основываясь На этих Сигналов Вот На этих Которых Я вам Показывал Которые Зеленые Там Красные В момент Даже Во время Прихода Пол Реквеста Если Человек Смотрит На Континезин Интегрейшн Сигналы Которые В конце Дня Собираются Или Ночью После Билда То Это Совсем Неинтересно Тогда Вы Будете Иметь Fear Driven Но Если Во время Пол Реквеста Прихода Если Вы Во время Изменений Вы Тоже Обращайте На них Внимание И По ним Решаете Мержите Или Нет Ну И Конечно Нет Смысла Говорить Что Если У вас Есть Доступ В Мастер Бранч И Люди Без Пол Реквестов Коммитят Изменения В Мастер Бранч Это Не Обсуждается Ситуация Мне Кажется Это Мы Лет 5 Точно Нет Я Помню Как Я выступал На конференциях С этой Тематикой В 2015 Году В 2016 Это Было 7 Лет Назад 6 Лет Назад То Я Задавал Вопросы В Аудитории Спрашивал Кто Из Вас Поднимите Руку Те Люди У которых В репозиториях Есть Доступ К Мастер Бранч Где Вы Можете Сделать Коммит В Мастер Бранч Поднимала Почти Вся Аудитория Руки Сейчас В Последних Выступлениях В В этом Году В прошлом Году Редкие Люди Поднимают Руки То есть Ситуация Изменилась За последние 5-6 Лет Люди Как-то Поняли Что Это Нехорошо Если Мастер Коммитят Руками И даже В гитхабе Появились Раньше Этого Не было Но в гитхабе Появились Функции По Запрету Доступа К Мастер Бранч Теперь Можно Запретить И Мастер Будет Закрыт В него Никто Никто Не сможет Коммитить И Это Правильно Правильно Так Делать Правильно Такой Формат Конфигурации Репозитория Использовать Вот Это Конечно Же Создает Трудности При Разработке Конечно Же У вас Будут Периодически Могут Быть Периодически Конфликты С Девелоперами Со Своими Коллегами Которые Могут Ну Возмущаться Сопротивляться Строгости Ревью Строгости Тестов Строгости Этих Всех Сборщиков Автоматических И это Наверное Может привести К Ну Может приводить К Компромиссам Чего не хотелось бы Часто я видел Ситуации Когда люди Которым Не хочется Или у которых Нет времени Или которым Не хочется Делать Правильно Или может Они не понимают Как делать правильно Им на ревью Говорят Здесь вот Ты делал Последние два дня Что-то разрабатывал И вот Ты при этом Все Не разобрался И сделал неправильно И тебе нужно Переделать Не так классы Организовать А вот иначе Классы организовать Человек Конечно Не испытывает При этом Большой радости Получив Такой фидбэк И конечно Ему не хочется Заниматься Переписыванием Особенно Если он Несколько дней Занимался Этим кодом И он идет Очень часто Бывает Что он идет За помощью Идет К бизнес людям Которые От него Попросили Эти изменения Допустим Вы девелопите Какую-то Продакшн Платформу И каждый Девелопер Занимается Какой-то Своей фичей И эти все Фичи Скорее всего Мотивированы Бизнесом То есть Существует Какая-то Бизнес Мотивация Есть люди От бизнеса Которым Это нужно И люди Какому-то Программисту Дали задачу Он ее кодил Два-три дня А потом Он приносит К вам Вы не мерзете И он идет К ним К этому Бизнесу И говорят Мне мешает Этот архитектор Он мне мешает Он мне не дает Работать Может не такими словами Он это говорит Но суть Именно в этом Он говорит Что вот Уберите Этой проверки Все эти тесты Юнит-тесты Код-ревью Это все ерунда Какая-то Они цепляются Ко мне Придираются Я нормально Написал Я хороший Программист Я уже 10 лет Программирую Поэтому я Использую Здесь вот такие Подходы Давайте мерзжить И к вам Могут прийти Бизнес-люди И это часто происходит Они придут к вам И для них Конечно же Ценность Вашей дисциплины Внутри репозитория Она невысока Им все равно Какие у вас там Юнит-тесты Они даже слов Таких не знают Какие-то там Проверки Стайл-чекеры Интеграционные тесты Они не хотят В этом разбираться Они просто видят Что вы блокируете Имплементацию Фичи номер один Которая должна Нам дать Доход Прибыль И так далее Вот И этот человек Он будет Так сказать К ним Используя их авторитет Давить на вас Вот как в этом случае Поступить Что в этом случае Можно сделать Ну Это тяжелая ситуация Ну конечно же Ни в коем Надо стараться Нельзя говорить Ни в коем случае Нужно стараться Все-таки Отстаивать свою позицию Нужно стараться Ну Бороться за то Чтобы Как-то Как-то побеждать Если вы архитектор Ну я думаю Что В конкретном случае Когда он уже Случай Когда это уже произошло Я думаю Что Уже поздно Вы уже проиграли Вас Скорее всего Победят Ну трудно будет Сказать бизнесу Что нет Мы эту фичу Делать не будем Будем ждать Но мы будем Все переписывать Потому что Он там Какие-то тесты Не сделал Он какой-то дизайн Не сделал Он вместо Синглтона Использовал Там Какой-то декоратор Вместо декоратора Синглтон Бизнес скажет Вам Вы с ума сошли Мы здесь не для этого У нас тут не У нас тут не школа Программирования У нас тут бизнес Нам нужно Чтобы люди могли Кеды покупать В онлайне А из-за ваших Декораторов Кеды не покупаются Давай Убирай декораторы И синглтоны Давай будем продавать Кеды И вы должны будете Согласиться Скорее всего Вы должны будете Согласиться Принять этот Пол-реквест От этого товарища Который вас подставил И наверное Взять эти изменения В мастер-бранч Что делать после этого Надо сделать так Чтобы эти случаи Не превращались В систему Надо сделать так Чтобы этот товарищ Или много таких товарищей Чтобы они не повторяли это Чтобы они не понимали Не пользовались Этой поддержкой От бизнеса Так вот Так регулярно Ну наверное Самым правильным ходом Который я пытался В свое время Использовать В нескольких командах Это наверное Нужно повысить Значимость Вашего дела Вот этого Вашего контроля Качества В глазах бизнеса То есть Этот кейс мы примем Но мы потом должны Как-то пойти К людям Которые находятся В бизнес Отделе компании Которые требуют От вас этих фич И рассказать им Что если у нас Не будет контроля Качества То у нас будет Каждую ночь У нас будет сервер Падать При каждом изменении Новом У нас будут Пользователи Терять деньги Терять там Не знаю Номера своих Кредитных карточек У нас будет Нестабильность У нас будет И так далее И так далее Обрисовать им Обрисовать им Эту опасность Они должны ее понять Как-то почувствовать Понять Рассказать им Что если вы Не будете делать То что вы делаете Если у вас Не будет контроля То в итоге Мы получим На ближайшей Ближайшей перспективе Мы получим Действительно Более быстрый Деливер Более Более интенсивный Более агрессивный Фича Деливери То есть мы будем Показывать клиенту Доставлять клиенту Больше фич Но при этом Будет деградировать Наше качество И оно стремительно Будет падать В итоге Мы в какой-то момент Начнем иметь Серьезные проблемы У нас будут Даунтаймы большие Мы будем Разгребать этот Весь мусор Уже постфактум Они должны Как-то это понять Эту зависимость Между скоростью И качеством Сказать им Что скорость Она будет Если мы будем Загнаться за скоростью Выдачи В продакшн За скоростью Попадания в репозиторию То мы получим Низкое качество Ну наверное Это первое Они могут не послушать Бизнес Бизнес может на словах Послушать Они могут сказать Вам да Мы согласны Все действительно так Потом вы уйдете А потом опять Придет какой-то человек Из бизнес направления И скажет Нам нужна эта фича Сегодня И наплевать Нам на ваши Все эти разговоры Вот Они же уже не видят Даунтаймы Допустим Вы уже наладили Весь девелопмент У вас весь Продакшн стабилен Потому что у вас Хороший контроль качества Вы там Проверяете эти Пол реквесты Строго и так далее Но в какой-то момент Вам Они же не видят Проблемы Они видят Нормальную стабильную ситуацию Они начнут Опять на вас На вас давить Вот В этом случае Я думаю Что можно пытаться Ну как-то с людьми Разговаривать Наверное Работать уже с людьми Которые это делают С программистами Со своими Которые За это дело Таким Таким вот Способом С вами Общаются Потому что Они не должны На самом деле Ходить Через голову И жаловаться Бизнесу Если Они уже в команде Если они уже Приняли Некие правила Работы в команде То стоит В этой команде Работать Если вам не нравится Команда Ну перейдите В другую команду Вот надо Наверное В таком ключе С ними разговаривать Говорить Что вот у нас В команде Мы приняли Такие правила И нам кажется Что так правильно Что мы Как я вам рассказал Такие правила Что если у нас Пока у нас Код находится В полдреквесте Мы с ним Строго Значит Его строго Ревьюем И строго контролируем Зачастую Эти правила Могут быть Нечеткие И это может Это может быть Такой причиной Этих Разногласий В этом случае Я бы рекомендовал Сделать Некий формуляр Описывающий Правила По которым Мы делаем дизайн Допустим Мы в этом формуляре Скажем Мы Не используем Такие-то Подходы Допустим Мы синглтоны Не используем Или допустим Мы не используем Такие-то Не знаю Такой-то способ Работать с базами данных Мы не используем Такие-то библиотеки То есть где-то Это должно быть написано Чтобы во время Код-ревью Ваше код-ревью Выглядело не как Субъективный негатив К автору кода А как некий Объективный отсыл К некому формуляру К некому Своду правил И вот создание Такого формуляра Такого свода правил Оно бы вам Очень сильно помогло В борьбе С такими товарищами Которые Которые не верят Что во время Код-ревью К ним не придираются Которым кажется Что вы просто Лично к ним придираетесь Потому что лично Они вам не нравятся И вот Единственный способ В таком случае Остается Это только Идти жаловаться Естественно К начальству Пытайтесь создать Такой Такой Свод Правил Свод Требований Оно может быть небольшое Это может быть Прямо вредми файле Вы можете написать В своем проекте Написать Что вот мы Принимаем Пол-реквест Только если Он проходит Такой-то Чек-стайл Проходит такой-то Все тесты Зеленые Тест обязательно Написан к коду То есть мы не принимаем Код который не покрыт Тестом Мы не принимаем Тест который не касается Кода Ну как-то так Какие-то базовые Ключевые правила И тогда вы всегда сможете К этим правилам Чека отослать И сказать Ну вот ты же нарушил Там восьмой пункт Ты же его принял Мы же все вместе Согласились Что мы будем По этим правилам работать Зачем же ты Сейчас его нарушаешь Это правило Вот Вот так наверное Вот наверное Это две вещи Которые вам помогут В этой борьбе Первое Это убедить начальство В том Что контроль качества Нужен им В первую очередь Нужен бизнесу Что без него Мы будем иметь Потери А второе Убедить сотрудников Убедить программистов В том что Наш этот контроль Качества Такой жесткий Не потому что Мы плохие люди Не потому что Мы негодяи Не потому что Мы хотим Зареджектить А потому что Мы хотим В итоге Стратегически Более высокого качества И хотим следовать Некому Набору правил Некому Своду Установок То есть Если две эти вещи Вы выполните То наверное У вас будет Ну Вы все равно Будете иметь проблемы Это наверное Неизбежно Я Сколько лет Не программирую Всегда вижу Одно и то же В командах Практически всегда Повторяется Эта ситуация Когда кто-то считает Что он Что его код Хороший А его Незаслуженно Реджектят Ему эти все Механизмы Мешают Он бы лучше Перешел бы В формат Работы Когда вот С этими шапками С рогами Когда можно Меньше кодить Когда можно В этом формате Fear driven development Жить Когда можно Одну строчку В неделю писать И будучи уверенным Что вы ничего Не поломаете Но если команда Хочет агрессивно Интенсивно Программировать Делать большое Количество изменений Каждый день То таких людей Надо Ну в идеале Конечно От них избавляться Но я не думаю Что избавившись От одного человека Такого Вы не получите Второго рядом сидящего Обычно Такие люди Они являются Всегда присутствуют В команде Как вы команду Не построите Каких вы идеальных Людей в команду Не наберите Все равно появятся Какие-то люди Которые будут Такими аутсайдерами Которые будут Пытаться Пытаться бороться С системой Вот этого контроля Качества Пытаться бороться С роботами Которые их реджектят Бороться с ревьюверами Которые их реджектят Ваша задача Это принимать Спокойно Не считать Их лично Врагами А просто понимать Что ваша система Значит Вот сейчас такова Что она допускает Наличие Таких Такого поведения Исправляйте систему Исправляйте Правила По которым вы работаете Тогда и люди Подстроятся Их будет меньше Таких несогласных Таких скандалистов Что ли Таких Саботеров Саботажников Этого Процесса Их будет поменьше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...